Добрый день! Письмо от молодого человека. Зачитывать его целиком не буду, оно достаточно объемное. Основной, так скажем, посыл письма, то, что после перенесенной психотравмы, как я понимаю, после перенесенной психотравмы, молодой человек получил депрессивную реакцию, условно, расстройством адаптации. С высокой степенью вероятности можно говорить об этом диагнозе. Хотя, естественно, диагнозы по интернету не ставятся, это только мое предположение. И основные жалобы сводятся даже не столько, может быть, к настроению, сколько к тому, что он не активный, не спортивный, не лидер, не такой, как бы сказать, не харизматичный, не могущий дать отпор, не умеющий себя поставить, не способный к четким конкретным действиям, не способный к декларации своих желаний, требований, позиции, не способный к знакомствам, поддержанию отношений с девушками, ну и так далее, и так далее. То есть вот такая вот идея самообвинения в отчасти, что я вот такой, неплохой, не активный, не рабочий, не сильный, не лидер, не общительный и так далее, не харизматичный. Ну и вот по этому описанию, в общем-то, как такового вопроса особенно и нет, но вот такая вот ситуация у человека, что ему делать, я так думаю, вопрос должен звучать так. Конечно, еще раз подчеркну, я не могу ставить диагнозы по интернету, но судя по описанию, по количеству вот этих вот негативных оценок себя самого, то, что, а, вот позор, какой я, например, буду подавать своим детям, до моей года проходит пустую и так далее, мы можем наблюдать четко выраженную, вот здесь вот абсолютно четко выраженную депрессивную реакцию, по всей вероятности депрессивную реакцию об условленную расстройством адаптации, с идеями самообвинения. То есть вот эта вот критика, это вот оценочное суждение в отношении себя, негативное, но не имеющее при этом дальнейшего развития, да. Критика это хорошо, когда человек критично оценивает себя, свои действия, свои успехи или неуспехи, но это хорошо тогда, когда эта критика ведет к дальнейшим выводам и конкретным шагам, направленным на исправление сложившейся ситуации. То есть если человек фиксирует, что я неактивный, и, соответственно, начинает предпринимать какие-то шаги повышения своей активности. Я не общительный, и он начинает предпринимать шаги. Хотя автор письма указывает, что он пытается это делать, но у него не получается. Поэтому по всей вероятности, по всей вероятности, на сегодняшний момент наиболее актуально было бы проведение все-таки адекватной медикаментозной терапии. Я не могу, естественно, ставить диагнозы, начать лечение не в виде человека, но по вашему описанию это очень похоже на депрессивную реакцию, и это требует лечения антидепрессантами. По мере того, как психоэмоциональное состояние ваше будет стабилизировано приемом медикаментов, вы можете начать делать все то, о чем вы говорите, о том, о чем вы сожалеете, что вы этого не можете начать, о том, что вы пытаетесь начинать, но у вас не идет. То есть нужна определенная поддержка нервной системы хотя бы на первом этапе. Судя по вашему возрасту, у вас абсолютно еще ничего не потеряно. Самое главное, не затягивайте эту ситуацию, потому что чем дольше вы будете находиться в этом состоянии, тем сложнее из него в дальнейшем будет выйти. Поэтому мой вам совет, настоятельный совет, это, конечно, обратиться к специалисту для очной консультации на значение адекватной медикаментозной, скорее всего, терапии. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте медноопыт.нет и на нашем канале, на портале YouTube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok